Главный офтальмолог края приехал в Сочи, чтобы на месте убедиться, как работают новые оборудования. Сегодня достаточно сложную операцию он провел сам, чтобы коллеги могли еще раз получить своеобразный мастер-класс. Пациент непростой, ему 60 лет плюс диабет. Диабетическое поражение сетчатки пациента, когда на поверхности сетчатки развивается фактически рубцовая ткань, которая стягивает сетчатку, ее отслаивает, отрывает, ну и постепенно губит зрение пациента. Наша задача максимально очистить будет сетчатку от этих изменений. Эти операции умеют делать у нас в стране не более 100 хирургов. Такие специалисты теперь работают и в Сочи. Витриоретинальная хирургия в хирургии глазного яблока – это верхушка развития офтальмохирурга. Поэтому хирургия достаточно сложная, требует детального подхода как в диагностике, так и непосредственно на операционном столе. До конца года запланировано провести 12 подобных операций. А с нового года, к тому же после стажировки в Казани, врачи будут оперировать два раза в неделю. Обучившись, наши офтальмохирурги станут прекрасными специалистами, которым по силу все эти задачи решать. И наличие аппаратуры позволит нам очень много проблем офтальмологических закрыть здесь у нас в городе. И не будут наши пациенты ехать в краевой центр или в федеральный центр, или обращаться еще в какие-либо центры, когда у нас есть наша собственная четвертая городская больница. Специалисты считают проведение таких сложных операций – это хирургия сетчатки стекловидного тела, смена хрусталика, обработка сетчатки лазером, серьезным прорывом в сочинской медицине. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.